Микс Ньюс Утро на Болткоме Здравствуйте! Начинается утро на Болткоме. Олег Пеков в студии и Евгений Копея мне помогает за звукорежиссерским пультом. А еще в нашей студии Интерс Бусулис. Доброе утро! Знамечательно! Доброе утро! Радио Болтком. Я оценил. Я оценил. Мы за эфиром говорили о том, что Интерс встал в 5 утра для того, чтобы приехать из Сталса, из своего родного города. Да. И вот мы ценим действительно это в такой мужественный шаг. Не думаю, что слушатель – это же самое-самое. Святое. Самое святое, ради чего мы вообще что-то делаем. Я сразу хочу поздравить с новой песней «Время ходит назад». Я смотрел клип, совершенно замечательная такая и очень красивая песня. Мне показалось, что она очень подходит вашему голосу. То есть, вот какие-то моменты, которые вот оттеняют эти тембры узнаваемые. И плюс ко всем очень приятная мелодия и очень умный, хороший такой текст, который, ну, не часто бывает, что… Ну, часто бывает, что песни как бы проходные, просто слова, которые ложатся на музыку. Здесь есть какой-то глубокий смысл. Я знаю, что клип был, вообще снимался… Меня поразил этот ролик о том, как снимался клип. И я смотрел, что там прямо как голливудское кино это все снималось. Да, там было все. Это все сняли и в Киеве, и в Украине. Но это уже было перед всем этим. Это уже было где-то в январе. А песня, вообще-то, скоро песня будет «Время ходит назад». Год, годик. Так что она не такая уж, может быть, новая. Но клип, конечно, совсем свежий, вообще мирового уровня. Я вообще не ожидал, что будет вот такая вот масштабная музыкальная видео-версия. Но вообще-то супер. Ну, там было даже где-то 30 или 40 человек, которые там работали. Были эти экраны, зеленые экраны, там все дела. Так что… То есть там какая-то компьютерная графика. То есть там прямо какое-то ощущение такое, что действительно голливудское кино снимается. Да, но был клип уже готов где-то 2-3 месяца назад. Мы просто ждали осенью, пока все будет атмосферно. Вот клип такой атмосферный, песня классная, слова классные. Все совпало просто этим настроением, когда мы хотим просто, чтобы время чуть-чуть остановилось и вернуло назад то, что мы, может быть, и потеряли, и могли бы сделать, если бы не была эта вся пандемия, все эти дела. Так что очень такая хорошая… Но если вот действительно повернуть время назад, были ли какие-то моменты жизни, которые особенно хотелось бы вернуть? Вот какие-то моменты, может быть… Ой, нет, нет, ничего не жалею. Может быть, хотел бы чуть-чуть, может быть. Вот вернуться в 90-е, знаете, когда вот мне было где-то там 18. Вот в это время, когда я познакомился, можно сказать, со своей будущей женой, да, и когда мы там тусовались с пацанами, там все дела, беззаботно просто ходили по городу и занимались, чем хотели. И мобильных телефонов не было, и просто дозванивались, встречаемся там. Там, ну, ничего не мешало, не было такой социализации, как она происходит сейчас через интернет и так далее. Вот, может быть, вот 90-е. И хотелось бы, я никогда не жил в эти времена, где-то какие-то 70-е. Вот начало 70-х, там концовка битлов, там, и вот это переходное время, когда вот путь у Байарни, как это будет? Ну, в «Дети цветов» это хиппи, да? Да-да-да, время хиппи, и переходняк вот в эти вот какие-то, они времена хиппи, вот что-то такое вот. Хотелось бы попасть в такие времена, какое-то 71-е, 72-е, 3-е годы. Но ведь это было действительно очень интересное время, когда музыка очень активно развивалась. То есть именно. Каждый, вот тогда альбом выходит там «Дипёрпл», и это совершенно что-то новое. Там «Лид Зеппелин» – это вообще что-то невероятное. Такого не было до сих пор, там ни звука, ничего. Да-да-да, и ради этого тоже я бы хотел. Вот ради этих, может быть, и групп. Там же было так, мне просто, отец моей жены просто фанат там «Лид Зеппелин», там, и «Дипёрпл», что там. Ну, о чём мы только что говорили, «Роллинг Стоунс», там же все начали там свою карьеру, и как-то хотелось бы почувствовать этот накал эмоций слушателей и зрителей, когда они там взяли эту пластинку первую и так далее. И как-то вот хотелось бы такое, когда музыка была чуть-чуть такая, ну, музыка была что-то больше, чем, ну, сейчас просто какая-то дигитальная вещь, которую можно там и стереть, и там скачать, не скачать. Там, можешь делать с ней что хочешь, но она где-то у тебя всегда есть, а тогда были там пластинки, там, ну, ты должен просто присесть, поставить пластинку и слушать. Или ждать, когда её будут играть по радио. Сейчас в любое время ты можешь взять наушники, взял, послушал, пошёл. Но вот этот момент дефицита, который, кстати, был в 70-е годы в Советском Союзе, я ещё застал тоже маленьким ребёнком, и я очень хорошо помню, как приходилось стоять огромные очереди для того, чтобы купить даже не «Роллинг Стоунс», а пластинку «Зодиак» первую. Да, да. Это стояла очередь в магазин, потому что это был дефицит, нужно было его ещё успеть достать. Ну, тогда все группы были такие, ну, ну, ух, если это была группа, значит, заслуженная, потому что проходили все какие-то там отборы, я знаю, что ехали по районам, там, и в ДК выступали, и их там смотрела, не знаю, комиссия, там, ну, большие люди, например, там, Рамон Паулс, и там все записывали так, вот так. И даже поправили тексты песен, там, и всё. А, ну, был же фильм «Четыре балты креклы», да? Да, да, да. Там же всё показано, как там было. А, прям вот при эти времена, по-моему, 68-й или какой год, да? Так что я бы, ну, хотел, я вообще-то успел, когда было за Инди, был шлягер-фестиваль, Рамон Паулс, вот где-то в 93-м году. Тогда ещё последние были эти отборы, скактысь. Просмотры. Просмотры, да. И там выбирали группы, которые будут выступать в этом шлягерном фестивале. Там приезжал Рамон Паулс и друзья. И мы там играли, там они смотрели и выбирали группы, которые будут играть в «Энспилсе» в этом шлягерном фестивале. А вот спустя... На Лейго, конечно. Спустя много лет вы не напоминали Раймонду Паулсу об этих временах, что он, может быть, вас тогда запомнил, не запомнил? Ну, я играл там тромбон, я там не пел. И такой был тогда ещё образ, но я не рассказывал ещё. Ну, я только что вспомнил. Так что я ещё успел такие отборы, да. Но тогда ведь ещё был один момент. Люди верили, что музыка может изменить мир. Там песни Джона Леннона «Imagine», «Power to the people». В общем, считали, что это меняет сознание людей, люди что-то, чего-то достигают, добиваются. Вот сейчас с этим насколько... Я говорю не только про нашу музыку, а вообще про мировую музыку. Насколько музыка может влиять на людей? Ну, очень, если хорошая песня. Есть и развлекательные песни, есть и глубокие, со смыслом и так далее. Хотя развлекательные песни тоже со смыслом. Там потанцевать, потанцевать. И отойти от всей шняги, которая вокруг. И есть, конечно, глубокие песни про любовь и, не знаю, про великое что-то и так далее. И человек просто меняется. Я не знаю, там весь мир подтягивается ли. Это другой вопрос. Но есть люди, которые живут этим, живут этими песнями, прослушиваются. Это большая ответственность вообще. Придумать... Не придумать, а вот записать вот такую песню. Просто многие люди воспринимают это очень серьезно. Так что в какой-то мере песня может поменять. Ну, и не только песня. Тебя как человека или тебя успокоить. И для меня это так. Но ведь не только песня. Я знаю, что вот недавно проходила акция художника Бикша на Домской площади. Кстати, связанная с музыкой. Но мне кажется, что вот эти кирпичи, это же Пинк Флойд, стена. То есть, немножко напоминает, что есть такая связь. И я знаю, что вы принимали в ней участие. И вот насколько вот это, ну, вот момент, когда художники, авторы, исполнители, ну, вот забеспокоились о том, что неправильно принятый закон. Его, кстати, по-моему, господин Левиц уже тоже сказал, что он требует доработки. И, в принципе, это удалось. Наверное, получается, что удалось привлечь внимание к этому. И стало ясно, что надо его все-таки менять. Ну, я не знаю, как все будет. Но я один раз и принимал в такой акции, когда заклеивали там рот, там 20% налогов и так далее. Но это все, конечно, приняли. И это тоже будут принимать, это точно. Но это все отложили на лето. Но по-любому это, ну... Не, я за то, что налоги надо платить. И я с удовольствием их плачу. Не, ну, кто вообще? Единственный, наверное, человек, который с удовольствием платит налоги. Я думаю, что нет другого человека. Обычно говорят, что смерть и уплата налогов, вот чего нельзя избежать. Все это говорят. Не, с удовольствием я не хочу попасть в тюрьму. Потому что я с удовольствием плачу, да? И я просто сразу, когда приходит, как это сказать, благодарство в этот счет, тогда я сразу, просто сразу, я знаю, ПВН, примерно, примерно посчитаю, сколько это, ИИН, да? Как это будет? Иди вот, ИИН, как это будет? Да, господи. Ну, короче. Ну, вы поняли, да? И ИИН, ПВН, это же мы все знаем. И сразу посчитаю. Вот это столько же, как и ПВН. Все сразу. Даже не думаю, не жду, пока мне, пока бухгалтер посчитает. И там просто из-за там, как говорится, ну, там, чеки, все. После того, когда бухгалтер посчитает, пройдет месяц, я этого не жду. Сразу, хопс, ИИН, ПВН, соцнудок, все там. Но в это время, нет, ну, эта акция, ну, до конца не для меня тоже была. Я солидаризировался с коллегами. Я когда-то вот влип, как ПВН Максатайз, да? Так и я ими остался. И просто, не знаю почему, я не перешел там какую-то другую, там, микроузни, мус-макро или что-то там. Я даже не понимаю ничего в этом, потому что я в этом никогда не был. Я просто уже плачу такие налоги, да? С одной все в порядке. В таком плане я не плачу, не плачу, то есть. И не буду платить больше, потому что я уже там, где будут все мои коллеги, вот, с 1 июля или июня. Так что, ну, это обидно, конечно, обидно, обидно, да. Да, это, аутор ТСИБЖ тоже будут обложены этим налогом. Так что, ну, как-то, ну, я знаю, все, наверное, думают, ну, блин, ну, поискать нормальную работу. Там, ну, что, музыкой занимаешься? Ну, что это за работа? Иди на завод, как обычно. Иди на завод, там, или там, бери лопату. Я с удовольствием, я с удовольствием. И мне нравится работать лопатой там, или там, я трактором могу, сварщиком могу работать. Могу работать, все работают. Я как-то выбрал это, и мне нравится это. Да, каждый делает же то, что ему нравится, мне нравится, и как-то все отлично. Я чувствую себя отлично, но как-то вот до сих пор не воспринимает это наша профессия всерьез, да. Потому что очень-очень много налогов вот от, ну, радуша творческих людей. Потому что я знаю, что даже, по-моему, одна латышеская писательница жаловала, что она вынуждена просто подрабатывать, потому что, ну, она пишет одну книгу в год, и этого не хватает на то, чтобы содержать просто семью. Да, но если бы это было в Америке, это было отлично, эта писательница, да. Потому что у нас, мы просто должны работать, ну, здесь как-то больше и издать пять книг. В год. Пять год, потому что мы так мало, да. Так что, ну, все будет хорошо. Привыкнем и забудем это, и все будет отлично. Ну, говоря, кстати, о доходах, вот говоря о доходах, ведь они наверняка, ну, вот все артисты жалуются, что последний год, вот очень сложный год, очень много концертов отменено было, и практически, ну, я вот честно скажу нашим слушателям, больше даже видел, к сожалению, Бусалиса на плакатах рекламных, развешанных на городу, чем хотелось бы видеть на афишах, где вот, ну, с концертом, но, к сожалению, вот этих концертов нет. Что происходит, вот как сейчас выживают артисты? Я хотел бы спросить, может быть, сразу и вот и в Латвии, и, может быть, в России, потому что я знаю, что в России же тоже, ну, вот вы выступаете, знаете, как там обстоят дела. В России я не был, потому что, ну, нельзя никак попасть, да, и чтобы там приехать, надо две недели сидеть там, и приехать сюда, и сидеть две недели здесь, и у меня виза закончилась, визу нельзя получить, ну, потому что никто не дает пока, только дальнобойщикам, морячкам и там, ну, еще, да, которые занимаются экспортом и так далее. И там, конечно, тоже только какие-то тусовки, там, открытия, или там, презентация фильма, или что-то такое, там концертная деятельность не происходит. Я знаю, что чуть-чуть, чуть-чуть начал работать большой концертный зал Октябрьский, чуть-чуть тоже соблюдая там все меры, безопасность и так далее. Ну, у меня там люди, люди, привет, Эмма Сильный-Лавринович, через радиобалкон. Поэтому хочу передать привет своим питерским друзьям и московским тоже. Я знаю, что они будут смотреть это видео. И чуть-чуть что-то вернулось, да, но не в таком масштабе, как это, конечно, было после 7 марта. Кстати, мы были последние, которые сыграли концерт в БКЗ Октябрьском, 7 марта. И потом 8 марта уже закрылось, все, там, да. Но что касается вот здесь, слава Богу, что были какие-то накопления. Я не знаю, что было, если бы их не было. У меня первый раз, первый раз вообще в жизни были какие-то накопления. Первый раз. Такого не было 2 года назад. Просто как-то, хей, живем и все. А сейчас вот как-то стал вот, ну, на меня не похоже, но ремень по, ух, так сделали. Затянули, да. Затянул ремень, но по-любому набрал, набрал, по-любому. Ну, к сожалению, да, такой активной жизни уже нет. И этим, можно сказать, и живем. И, конечно, есть реклама, есть друзья, которые, конечно, тоже помогают в этом. Ну, не будем, может быть, называть моих друзей, там, как, как, там, Волво или Вирши, или Цитадель, или Орбит. Ну, это все мои друзья, которые, вот, ну, можно сказать, ну, помогают до сих пор, но идти как-то вот поднятой головой можно идти вперед. Так что, все красиво. У меня все отлично. Я знаю, что у многих моих коллег не так хорошо и очень-очень большие, ну, такие проблемы финансовые, да. Так что, ну, мы ждем. Каждая неделя что-то отменяется, каждая неделя что-то отменяется. Хорошо, что были концерты в июле и августе, мы очень круто поработали, ехали там, там полагали, по курсам. А когда ближайшие будут концерты? Сейчас ближайшие концерты будут, по-моему, ноября какого-то 20-го или 10-го. Да. Там мы будем троем, там будет читать стихи, Янус Элсбергс, и мы будем играть его песни. Будет такая тройка, Бусулес, Бусулес, Латс, Элсбергс, так троем. Или Элсбергс, Латс, Бусулес, так будет лучше, наверное, звучать. И все, и в декабре будет 4 концерта. Ханз Сперланс, такое популярное сейчас уже место, из-за того, что там, наверное, можно сделать так, чтобы люди дистанцировались и сидели по новым традициям. Да, в зале, потому что она длинная, и там можно рассидеть, или как это будет правильно. Я, наверное, сейчас попрошу нашего звукорежиссера сделать небольшую рекламную паузу, и буквально через 2 минуты мы вернемся в студию. Виа СМС верит, что капуста дарит чувство радости и позволяет каждый день превратить в праздник. Являясь одним из лидеров рынка и имея богатый опыт уже более 10 лет, с уверенностью заявляем, что больше капусты – больше радости. Мы знаем о капусте все и готовы делиться своими знаниями. Лучшие рецепты капусты ищи на веа-смс.лв. Веа-смс.лв – эластичный заем. Нам доверяют. Акрополы приглашают. Теперь делать покупки у нас еще безопаснее. Сейчас у входов тебя встречает бесконтактный аппарат для дезинфекции рук. Весь день эскалаторы дезинфицируются ультрафиолетовым светом. В лифтах установлено новое оборудование для чистки воздуха, и в просторных помещениях покупки по-прежнему совершаются с соблюдением ножной дистанции. Чтобы все необходимое можно было безопасно и удобно приобрести под одной крышей в Акрополы – столица безопасного шопинга. www.mixnews.lv Смотрите на всех мониторах. MixNews.lv – мультимедийный информационный портал. Строй легко вместе с Кассину Кай. Внимание! Кассину Кай снижает цены на более чем тысячу строительных товаров. Приходи в любой из 11 магазинов Кассину Кай по всей Латвии. Приобрети все для строительства под одной крышей. И воспользуйся возможностями Сенукай Драйв-Ин. Чтобы строить было легко и выгодно. Узнай больше на kassinukai.lv Продолжается «Утро на Болткоме». Интерс Бусулис в нашей студии. Доброе утро. Да, еще раз доброе утро. Вот если говорить про современную музыку, мы уже затронули, говорили о том, как живут музыканты сейчас. Ведь очень изменился мир, изменился способ подачи музыки. Потому что если раньше было все понятно, то есть записывал артист альбом, его обязательно должны были показать по телевизору, выпустить по радио. Сейчас очень много все-таки звезд загорается благодаря YouTube всевозможным. Как это сейчас взаимодействие? То есть старый вроде бы обрушился в мир, а новый еще, может быть, не до конца выстроен. Ну, я думаю, что этот YouTube тоже надоест. Но рано или поздно я, даже я, который активно не шел на концерты, хочу сейчас попасть на какой-то концерт. Что-то послушать, что-то хорошее, чтобы живую кто-то играл. Ну, сколько можно смотреть через компьютер, через экран, через телефон, какие-то концерты, там, лайв и так далее. Ну, я думаю, по-любому, живой концерт – это, ну, когда ты видишь, да? Ну, живой концерт в YouTube и живой концерт в жизни – это, где совсем разные вещи. Я думаю, это не будет традиция, и люди уже, ну, люди уже хотят попасть на хорошие концерты, фестивали, да. Будут традиции общения, это точно. Будут, наверное, люди в масках очень много, на концертах будут сидеть, да, если рядом, если на фестивале, тогда тоже. Но, может быть, на фестивалях будет меньше, там, не знаю, секса, меньше, там, поцелуев и так далее. Конечно, это жаль. Конечно, жаль. Но, ну, ради своего здоровья можно и потерпеть. Потерпеть. А вот как сейчас, на чём зарабатывают артисты? Я вот всё домогаюсь до интерсекции. А, мы про деньги хотели, да? Да, про деньги. Чем они зарабатывают? Если вот нету концертов, вот как можно заработать? Ведь есть стриминги, есть там всякие сервисы, где крутятся песни? Вы знаете, сейчас как-то на накоплениях, можно сказать, в основном, да, ну, я. Мне повезло, конечно, очень, очень много, на рекламу чуть-чуть, да, на, ну, Инстаграм чуть-чуть тоже, буду откровенен, тоже можно на Инстаграм. Ну, заработать. Да, ну, обмен каких-то вот, не деньгами, а какими-то вот хорошими вещами, может быть, да, которые нужны в жизни, но их сейчас покупать – это грех, да, и как на тебя будут смотреть и так далее, так что, что-то такое. Ну, в принципе, всё. Но иногда бывают какие-то маленькие тусовки, где мы со всей группой попадаем, но в октябре пока не было, в сентябре было ещё, да, в августе-июле, конечно, тоже. И хорошо, что был август-июль, что сейчас на это можно и, ну, так нормально жить, и я думаю, если всё это продолжится, да, ну, тогда, ну, год точно я ещё протяну, но через год, ну, будет фигово, это точно. Что-то, что-то, что-то будет уже, но год ещё, год ещё можно. Самое главное, чтобы я отложил уже за тепло, за, за, там, пайку, за бензин, за всё-всё, что, ну, что точно надо, да, там, за квартиру, за, там, лизинг, кредит или что-то ещё, ну, мало ли. Уже что-то отложено, чтобы не надо было об этом думать, там, шесть месяцев, да, уже, так что, ну, не тратимся, я вообще-то такой, ну, не тратюсь, чусь. А если говорить про, ну, вы же общаетесь со своими коллегами в России, вот, насколько там ситуация, ну, такая критичная, то есть, вот, как они выживают, может быть, без концертов? Вы знаете, в России как-то, они вот так душевно чуть-чуть относятся к этому, потому что у многих тоже есть накопление, и могут жить просто так, просто нет возможности, там, выйти в народ, там, там, потусоваться, показывать что-то, ну, нет такой возможности, да. Ну, это я думаю. Мне пока это, ну, не хватает, мне всё нормально, мне показываться ещё как-то, ещё не хочется. Я давно уже, буду откровенен, ждал такого момента, когда будет остановка, да, какая-то в моей жизни, и творческий, и всяческий, но это, я не знал, что наступит так быстро. Так резко. Так резко, да? Ну, я думал, я думал, как, вот, когда сделать это, через год, через два, нереально, нереально, всё расписано, всё расписано. Это как я коллегам скажу, как, там, блин, как ансамблю, как, как всё это рассказать, что я хочу, там, где-то, вот, ну, год, там, отдохнуть, или, там, полгода, да, там, или, там, пару месяцев, как, как это, как они будут отреагировать. Ну, как-то всё остановилось само, и как-то вот сейчас, ну, нельзя так сказать, что наслаждаюсь по полной, потому что фон очень горький, да, такой ужасный даже, можно сказать, да. Ну, а на что это время, вот, ну, на семью, на какие-то новые идеи? Да, 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 на семью, на, да, на новые идеи, я уже о них рассказывал, и я, я учился, ну, сам, как самоучка, по ютубу, по интернету, ну, я сварщик сейчас, работа с металлом, могу раму какую-то велосипедную из металла, не алюминиум, конечно, алюминиум, это, это сложно, но металл по-простому, можно сделать любую скульптуру сейчас, вертикально пока, пока до конца не умею, вертикально, то есть, то есть, вверх, да, ну, по, ну, плакне, да, как это будет? Ну, да, на плоскости, да. На плоскости могу, у меня даже получается хороший этот швов, или как это, шов, да, очень хороший. Можно смело рекламировать, если кому-то что-то нужно сделать, можно обращаться? Ну, не мосты там, конечно, вот такие большие проекты, но какие-то вот качели там, не знаю, у кого-то что-то вот точно у велосипеда какая-то рама, да, ну, у советского какого-то, у школьники или там, или верешник, да, или что-то такое, вот такие дела я умею. Я сейчас делаю рамы для, для вот, если надо подготовить к бетонированию, да, эту раму, да, где, ну, подготовить, ну, сейчас будет приезжать бетон, бетон-мешалка, я умею сейчас подготовить вот это, сам своими, вот, опухшимися уже руками. И что еще могу сделать? Ну, конечно, тринь траву, косить, это с удовольствием, есть и бригада сына позову. А сын-то уже взрослый. Да, есть и триммер, могу, могу узасынать, это сзади, как это будет? Да, я понял, эти... Пила, пила, вот, вот, могу не просто там пилить, да, но и могу ее, ну, узасынать, как это будет? Заточить, да? Ну, когда он уставший, киа-да, киа-да, цепь, когда, ну, уже устала, я могу возобновить. Возобновить, ну. Ну, как, как, нож. Ну, заточить, да, это... Да, ну, заточить, это такое слово, да. Есть такое слово, заточить. Ну, такие сельские работы, трактором могу, трактористом могу работать, ну, лопатой там, не знаю, все, все делаю. То есть, это такая страховка на тот случай, если вдруг... А у меня всегда так было. Я просто... Сваривать? Нет, сосваривать, это не то слово. Ну, мэтинат. Я давно хотел учиться мэтинат, да? Ну, быть сварщиком. Да, ну, да. И я это мечту... Осуществую. Да, да, да. Если бы не было такого, у меня даже есть аппарат. И я не там... Сварочный аппарат? У меня есть сварочный аппарат. Ну, этот электродом, да. Я это делаю, не там полуавтоматом, нет, 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 где это вот, внутри есть это драц, да, нитка. Да. Да, этим, этим нет. Я не умею, это, это, конечно, легче. Ну, мне нравится, что электрод можно держать в руке, вы знали это? Нет. Ну, вот видите. Я не пробовал. Ну, видите. Есть электрод, ты типа поставил этот, ну, типа пистолет, да, этот электрод. И вот можно вот держать его рукой, чтобы там рука не стряслась, да. Ну, может быть, может быть, там, ну, вот ты там праздновал жизнь день перед свариванием, да, и ну трясется рука. Ты взял электроды в руки и вот на другую руку держишь этот пистолет и все делаешь. Вот я не знал этого. Я думал, все, сейчас, все, упаду там, все, электричество меня собьет. Нет, ничего, нифига. 6212-93-9, 6213-93-9 у нас просто звонки. Что еще можем поговорить? Мы сейчас поговорим, мы ответим на звонок, а после этого мы поговорим еще про другие темы. Здравствуйте. 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 Скажите, вот вы, господа, вот латвийские артисты, что вы против чиновников не выступаете? Такая была Сармита Виллард, по-моему, бывший редактор, она сказала, этот российский балаган с новой волной надо закрывать. И закрыли. Представляете, не пускают артистов, Газбандова, там, Кобзона не пускают. А они сидят, пятого и двадцатого за зарплату приходят, почему вы не выступите против них? Ясно. Выдать их надо. Спасибо. Ну, здесь речь идет, я думаю, что, вот, я готовил этот вопрос, я понимаю, что в России ведь очень часто тоже приходится давать интервью и отдуваться наверняка за, ну, вот, латвийских, может быть, политиков, которые что-нибудь скажут там нехорошее. А вот отдуваться приходится бусулись, у которого, значит, ну, вот, ну, нужно отвечать на какие-то острые вопросы. А почему у вас в Латвии там то-то и то-то сделали? Ну, вы знаете, я не говорю, что у меня есть какие-то стандартные ответы на такие вопросы. Ну, по-любому это дело политиков, да, и, к сожалению, ну, музыка вмешалась во всем этом, да. А что там надо выступать перед… Нет, там спрашивает человек, вот, ну, новую волну, вот, получилось так, что она уехала, ну, из-за того, что им сосоздали такие условия и многих артистов не пускали. Нет, я знаю, я помню. А почему, да, почему, вот, в частности, бусулись не стукнул кулаком по столу, не сказал что-то, ну, против тех, кто это принимал участие? А, я понял, понял, понял. А, ну, я уже забыл, вообще-то, это уже так давно было, я уже привык к тому, что новая волна уже происходит сколько-то, 5-6 лет… В Сочи, да, и там, кстати, это сбусывались, был жюри. Ну, что там стукнуть, это то же самое, что, ну, про налоги, да, они по-любому, этот закон будет, примут и все. Ну, это, и тоже это, что не пускали артистов, это на его, это будет сидеть на его, как это будет, я уже забыл на русском… Ну, на 70-е, наверное, на 100-е, да. И все, ну, что там, человек сделал, сделал, ну, что там стукнуть еще? Ну, так что, политика это такая, такая… Ну, вот, в «Лайм-Рандеву», например, появился фестиваль, и вот, я знаю, что интерс-бусулись, так, очень активно, тоже всегда принято участие. А я пел, мы вместе с «Лаймой» пели песни «Балтийский берег, рыжая заря, упала в мой…» Это же песня Газманова. Мы много раз с Валерией общались на волне, все отличные, хорошие люди, да. Так что до конца непонятно действия наших политиков, но, ну, это по-любому непонятно, что вообще политики делают, да. Лучше бы работали, можно сказать. Я хочу посоветовать это политикам и не заниматься такой фигней. А что чаще всего спрашивают про Латвию, вот, российские журналисты, что их больше интересует и волнует? А, был один раз, итак, Интерс, а что вы, вы из Латвии, да? Да. Ну, вы в Риге, да, живете? Да. Ну, что вы Алешу сняли-то с центра города? Ну, да. Я думал… Какого Алешу? Какого Алешу? Он понял, что Талия. Это же в Эстонии, да? Так что, я знаю, что у многих, у многих, я знаю, что это балтийские страны, это что-то одно, так что я все время отправдываю, что нет, Литва, Латвия, Эстония, это отдельные страны, и в Эстонии вообще мы не понимаем, что разговаривает это вообще другой язык, да, литовцев. Чуть-чуть понимаем, но на процентов 30 или 20 даже, да, так что иногда путают города и так далее, но я как гость воспринимаю это позитивно, хорошо, и про политику почти никто не задавал вопрос, да. Потому что, ну, что я, я не политик, я просто иду голосовать, и я думаю, тогда, если вот у человека есть вопросы, везде проголосуйте за любимого политика, и в политике все будет отлично. Но есть ведь кроме политики еще такие сейчас тонкости, вот с политкорректностью, там, я знаю, что многие зарубежные артисты очень боятся, но вот что-то скажет не то, и вот как Джоан Роулинг, она, ну, просто там что-то неудачно пошутила, чуть ли не книжки сжигают на костре, все там ее пополивают грязью. Вот эти вот какие-то вот, то есть можно сказать, что какую-то вот ерунду и обидеть какое-нибудь меньшинство, там, какой-нибудь национальность, там, людей со цветом кожи, там, инвалидов или кого-то еще, и это просто сразу смертельная ошибка. Да, 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 мы живем в такое, такое волнительное время, да, что все воспринимают все очень чувствительно, да, у всех народов есть свои традиции, и у каждого народа есть, ну, свои болезненные темы, да, там, мы не знаем, кто у кого что отобрал, что как, кто с чем, как вообще. Я вообще-то в основном шучу про Латвию, да, когда мы о чем-то говорим, потому что я точно знаю, что здесь происходит, да, про политику чуть-чуть тоже бывает, что позволяю себе пошутить, но когда в России я вообще не позволяю шутить про политику, потому что я до конца не знаю, что происходит, да. Местные ребята с удовольствием это делают, потому что у них есть такое право шутить про политику, да, у меня нет никакого права как гостю шутить про политику, да, или там что-то, я не знаю, что у Роллинг там было, что за дела, ну, наверное, какой-то, ну, есть у мусульман вообще, ну, у кавказцев вообще что-то шутить про вот такие темы, это вообще нельзя, так что, и, ну, я знаю очень-очень много людей оттуда, так что мне, мне, мне не нравится шутить про темы, которых я до конца не понимаю, да, так что, ну, у всех народов свое. У нас очень просто много людей хотело бы задать вопрос. Давайте, давайте. Здравствуйте, пожалуйста. Доброе утро. Доброе. Мне не смешно, да, люди путают, потому что считают Прибалтику как один целый, что Литва, истойная Латвия. Вот, у меня вопрос такой, вы одобряете или осуждаете политику вот эту русоненавистническую? Что? Ну, он, опять мы говорим про, ну, про русоненавистническую, я думаю, что, ну, наверняка многие, да, такой болезненный вопрос. Да, я думаю, я думаю, надо сейчас не думать о том, что делают или как делают наши политики. Самое главное, начинать все заново, самим. Просто не звонить про такие темы, не волноваться, потому что это все в семье происходит, знаете. Это надо своих детей учить новым законам или что-то такое, потому что в политику, там надо быть самому себе, чтобы что-то поменять, я думаю, да. Но, я думаю, в семье это все, если не будет эти новые времена, да, что мы будем говорить, вот не надо так делать, они хорошие люди. Да, не надо так делать, они хорошие люди. И как-то вот своих детей учить, всех уважать просто. И все, и все будет отлично, у нас будет великолепное будущее. Но если вот, я никогда бы так не звонил, буду откровенен, я бы просто вот начал жить сам по новым правилам и всех просто уважать. И все, я не задумываюсь даже об этом, да, что кто-то ненавидит, что-то, кто-то, как-то, как-то. Ну, так что, когда мы жили в Риге, тогда моя дочка даже училась в детском садике русскоязычном, да, чтобы просто знала русский язык и могла общаться с людьми, которые, может быть, и, ну, не знают, кто-то не хочет учить, наверное, там, латышки или как-то язык, да. Так что это очень болезненная тема, просто надо жить по-новому, да, не по правилам, а по своим понятиям. И надо думать в уровне уважения людей. Так что эти вопросы, ну, они не актуальны уже, я думаю, вообще не актуальны. Это актуальны тем, которые не хотят выходить из этих старых, ну, времен, да, так что, ну. А, в принципе, вот, если говорить глобально, есть такое ощущение, что у человека мира, ну, вот, в принципе, вот то, что мы, ну, вот, мне кажется, что музыканты, они чувствуют, наверное, себя людьми мира, потому что они, ну, живут как будто бы над границами. Нет, я могу сказать, да, я какой-то человек мира, но по-любому я хочу знать, откуда я, я хочу осознать, какие у меня, где моя родина, где я родился. И что, что мне, я горжусь и флагом, и родиной, и стабильно стою вот в этом паре, как это будет, уверенности. Да, я сильно и уверенно стою. И это мне помогает быть человеком, ну, может быть, вселенной или как, и общаться со всеми. Потому что я знаю, где мой дом, и у меня всегда, ну, и мне даже задумываться, я уже не говорил с марта на русском языке, и просто я подумаю, если там, не знаю, в Америке, другой там, через океан, задумываюсь, правда, и сразу легче становится, да. Но если бы я не знал, где моя родина, я в Америке, пока отца не чувствовал себя, ну, так, даже не, ну, как чувствовать себя вот в Америке, если бы я был человеком мира, как дома, или как, нет. Ну, да, ну, как дома, наверное. Но если ты человек, ты в любой точке мира, наверное, чувствуешь себя как дома. Нет, я это, наверное, не чувствую. Нет, не чувствую. Я дома, я чувствую, когда я дома, да. Так что, и надо просто задуматься о доме, и все. А не было предложений сыграть в кино, вот, например, вот после «Точь в точь», где такие были удивительные преображения? А, ну, и я был только в каких-то эпизодных ролях, где-то здесь, в Латвии, но в российском кино еще не предлагали. Нет, нет. Ну, будем надеяться, что все впереди. Да, и еще у нас есть возможность принять звонок. Здравствуйте. Да, пожалуйста, алло. Человек не говорит, ну и ладно. Насчет дуэтов я хотел еще спросить, вот Саня Лоракс и с Ваенгой, насколько вот интересно, ну, артисту, который выступал сольно, вот, насколько в дуэте, ну, всегда ведь кто-то, может быть, захочет перетянуть одеяло на всех, кто будет все-таки главным, а кто второстепенным? Ну, дуэт – это какие-то отношения на три минуты, да, или на пять, несмотря, как песня идет, да, как долго. Но это, да, это надо не тянуть в свою сторону, но просто надо сыграть какую-то роль, не знаю, смотря, о чем песня, да, роль любимого человека, да. И твой любимый человек не должен обидеться. При этом, да. Это искусство, да, ничего личного, да, так что, и да, о чем вы говорили, да, там, Ани Лоранга, Елена Ваенга, это все такие девушки, с которыми можно было петь вместе, потому что я почувствовал себя как партнером, партнером дуэта, да. Были, конечно, дуэты, когда вот не было такое чувство, да, когда я чувствовал, о, пришла артистка, все, Интер, стой, стой там, под каблуком в углу и пой, все, жди своего выхода. Конечно, такое тоже было, да, так что это очень такое тонкое, тонкое дело. А от чего это зависит? Это зависит, ну, я не знаю, от внутренней культуры человека, от его, ну, уверенности в себе отношения. А в отношении, высокомерность, да. Это, по-моему, у цыганов есть такая поговорка, да, «чтоб ты высокомерным стал», да, так что это проклинание самое страшное, да, ну, как это будет гордый, чтоб ты гордый стал, да, типа. Так что самое главное, чтоб не было это, да. Можно, можно сейчас, в наши времена, да, бывало и так, что записываешь в студии, да, ну, типа на съемку, да, где-то она происходит, или на Первом канале, или там, ну, любой, любой площадке, площадке. И ты записываешь здесь в Латвии в студии, и девушка записывает твоя партнерша где-то в России, да, и мы встречаемся, ну, и ты понимаешь, да, есть, есть дуэт. Ну, просто ты чувствуешь, что он есть и происходит. Даже если записывались на расстоянии. Да, 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 да. И вот это вот. Да, 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 да. Так что такое тоже бывает. Да, ну что же, время как-то пробежало очень быстро, а Интерсбусс или сегодня был у нас в гостях. Время ходит назад, без следов. Невозможно любовь обмануть. Среди сотен чужих голосов. Это про радио. Дай послушать судьбу пять минут. Я даже помню текст. Наша новая песня. Она сейчас не будет прозвучать, да, наверное? Ну, мы обязательно ее поставим. Со стихами Гусарьева. Да. Так что? Слушайте, ищите и приходите на ближайшие концерты в ноябре. Ну, там уже билетов уже нет. А, ну вот так. Так что, наверное, встретимся летом. Летом, кстати, да. В Дзинтере будет... Две концерты уже висят. Они уже висят. Так что можно приобретать билеты на следующий год. Уже все там тоже нет. Мы хотели сделать какие-то даты, чтобы люди могли приходить, ну, типа, и в этом году. Но так плотно какой-то график сейчас. Ну, все уже перепродукции... Я не знаю, что будет в этом году, в этом летом. Наверное, дома вообще сидеть не будем, да. Ну, такое чувство, что если все это закончится, будет какая-то привка или что это будет. Вакцина, да. Вакцина, да. Если оно будет, значит, все закончится. Ну, мы только в концертах будем проводить время. Родные увидят не скоро. Это и всем радиоболтком-слушателям желаю. Спасибо большое, Интерзвусариста. Утро на Болткоме